Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Евреевская Елена. Я представляю команду, разработавшую проект «Всё включено». Итак, целью нашего проекта является получение экономического эффекта посредством увеличения пассажиропотока и дополнительных платных услуг. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить задачу, в том числе обеспечить каждый порт корабля необходимой техникой. Это планшет, который встроен в спинку кресла, наушники, USB-порт для обзарядки личных устройств пассажиров. Разработать саму систему, её информационное наполнение, ну и как следствие продвижение, рекламу и постоянную поддержку для поддержания актуальности. Услуги, предусмотренные системой. Данная система будет включать услуги персонала, информацию о пункте назначения, медиа-рисурсы, упражнения для снятия усталости. Услуги, доступ в интернет. Также этот доступ возможно получить из собственного устройства. Ну и чайные пользователи. Отличительные особенности нашей системы. Она сохраняет работоспособность даже при отсутствии интернета за счет установленного на борту локального сервера, предназначенного для любой возрастной категории, и несет образовательные, развивающие и развлекательные функции. Программа обеспечения. К серверной части сервера не предъявляется. Достаточно лишь того, чтобы она выдержала нагрузку примерно 295 человек, это даже максимум для аэробуса. Мы предлагаем поставить операционную систему Linux Debian. Она является бесплатной и достаточно удобной и функциональной. Веб-сервер состоящий из комплекса Linux, Apache, MySQL и PHP. Интернет-шлюз, IP-табл и SQL позволят централизованно управлять доступ к интернету, подключать или подключать отдельные пользователи, блокировать сайты и ресурсы. Например, можно заблокировать Skype, дабы не создавать неслежные шумы. ИРС-чат – это очень удобный способ для реализации чата, поскольку даже если не будет интернета, он сможет функционировать, а также по средствам ИРС можно легко передавать запросы и на услуги персонала, и прочие запросы нашей системы. Клиентская часть – устраиваем планшетный компьютер, как я уже говорила, с операционной системой на паузе Google Chrome OS, или модифицированный Android, что, в принципе, тоже легко, но и стильно. Главное, чтобы он был со своим браузером, поддерживающим HTML5, ну и USB-порт для использования других устройств. Главным преимуществом, которым мы хотели бы отметить, это то, что все заявленное выше является бесплатным. Это позволит сократить затраты на реализацию проекта. Все по является должным и проверенным временем. С тем, как модернизируется, модифицируется и масштабируется под разные вардау. Используемые протоколы предельно просты, но в то же время очень функциональны. Обслуживание будет состоять из стимулического обновления сервина и клиентского программного обеспечения. При уборке, конечно, необходимо будет очистка сенсорного экрана с аллергеном, замена поврежденных каких-то частей и периодическое удаление пыли, грязи и технического оборудования. Ожидаемые результаты. Для компании это, в первую очередь, увеличение пассажиропотока, повышение качества предоставляемых услуг и увеличение финансового прибыли. Для клиента это повышение комфорта перелета, полезное и увлекательное времяпрепровождение, возможность предложить вести дела в полете, сокращение времени полета, ну и новые знакомства. Концепт программ можно посмотреть по этой ссылке. Можно продемонстрировать. Предварительный концепт, то есть отображающий основные пункты меню, как мы это видим. Можно прийти даже в некоторые, например, доски в интернете. А там выстроен раузер, который позволит удобно транспортно использовать его. Медиаресурс. Это различные ауто-книги, электронные книги, видео-уроки. И любимая книга, фонотека, то есть подойдет как для маленького ребенка, так и взрослого человека. Услуги персонала. Не придется вызывать СКРД, если несколько раз, можно бы сразу забрать, какой любиток вы желаете, какую прессу вы хотели бы почитать или какие-то дополнительные услуги вам необходимы. В принципе, можно заходить в любой пункт меню, там уже есть примерное содержание. Если будет интересно, можно посмотреть. Спасибо за внимание.